Приветствую вас в прохождении Mountain Blade 2 Bannerlord на русском языке. У нас сегодня погода снежная. И поскольку я являюсь инициатором войны в предыдущей части прохождения, то поедем же в земли ботанийцев в атаку. Знаете, возможно я начну их казнить, потому что мне надоело, что они постоянно сбегают. Посмотри, даже его не догонишь. Ух ты, 410 защитников, серьезная крепость. Знаете, а у меня мораль на 64, маловато будет. Так что я, наверное, ее попробую сейчас немножечко прокачать, мораль-то. Может быть каких-нибудь бандитов половлю. Сейчас посмотрим. Потому что я небольшую кучку из 18 человек разбил бандитов, но к морали ничего не прибавилось. Там 65 уже было от пищи, потому что... Опа, стоп. А вот это, вот это вот, они как раз фиолетовые. Слушай, может они кто-то... Ча-мистер. Мне кажется, это какие-то наемники. Ну, сейчас посмотрим. Факшн Костеровинг. Офигеть. Так у меня нету такой фракции. У меня такой фракции-то нету. Интересно. Части Мир Пати. Ну-ка. Ладно, мы его догоним, наверное. Я надеюсь, что мы его догоним. Стоять, стоять. Спокойно, спокойно. Опа, задвигался, но все нормально. Благородный написано. Кланг. Как интересно. Я вообще ничего понять не могу. Ему ничего не принадлежит из владений, вроде как. Так, хорошо, если так, я нажму. И его клану тоже ничего не принадлежит, хотя четвертого уровня. Сила совсем малехонькая. Кто ты? И как мне тебе войну объявить? Получается, он не наемник, потому что благородный. Культура стургийская. Друзья вот как раз из Вландии у него. И из Ботании. И со всеми дружат. И из Тургии, ничего себе. А это кто? Часть Северной Империи. Это хотя бы понятно. А это-то кто? Костеровинг. Офигеть. Часть чего они? Короче, если я правильно понимаю, это просто совпадение, что у них фиолетовый цвет, а не какой-то отдельный какой-то... Блин, у них там кузаиты и ботани... Вообще. Жесть какая-то. У него пленники есть. А это кто такая? Ботанистка какая-то. Хм... Так. Я могу на него напасть. Давайте вот как сделаем по-хитрому. Просто потому что тут какой-то непонятный баг или что это в игре. Я на него нападу. Но если не будет войны с этим самым, я просто игру это крашну, перезапущу. Чтобы не было с ним войны. Мне просто надо посмотреть, потому что ну какие-то... Не понял? Я тебе даю шанс сдаться или умереть. Ты чё типа обезумел? Я не твой враг. Слушай, у меня нету варианта ответа даже на него, чтобы напасть. Алло! А у меня нету возможности ему войну объявить. Охренеть, только прости меня и всё. И типа тогда расходишь. Офигеть! Вот это вот реально походу какой-то... Блин. Так, углубился я в земли Ботании. Но нет, тут слишком большое войско. У них конечно тут ловить нечего. Надо мне чё-то где-то окопаться. А где? Или чтобы они осадили какой-нибудь мой замок. Я не знаю, вот сюда вот что ли съездить. В тот замок. Ой-ой-ой! Эй-эй! Куда ты поехал? Так. Тут у них целых две армии. Что их очень много развелось. Так, вот у них как раз армия идёт. Может они реально замок этот захотят отжать. Я тогда в него сразу сяду. И буду ждать. Да, похоже они идут сюда. Встречаем. Что-то они решили отступить. Странно. А, ну тут союзнички есть. Слушай, я тогда сейчас на них нападу нахрен. Давай-давай, союзнички, союзнички. Поближе, поближе, союзнички. Есть. Зажали. Ха-ха, не хочет уже драться. Да ладно, замальчика садил, уже не хочешь драться. Чё такое-то? Чё изменилось? Ой, а они мне все подчиняются? Нет, не подчиняются, нихрена. И они пошли в атаку. Это плохо. Придётся мне тоже идти в атаку из-за них. Чё они так долго идут? Я в шоке. Ладно, приказал своим атаковать. Придётся. Другого выхода нету. Иди сюда. Иди сюда, сука. Ох ты, меня почти спешили. Воу. Это было очень жёстко. Ну, зато я показал вам, что бывает, когда ты ездишь с двуручкой на перевесе. Даже без этого стрелкового мода результат всегда один. Только если как-то подкручивают сложности, они на максималке играют. Или с какими-то модами, которые упрощают всё. Ну, давайте посмотрим в автобитве. Нормально разгромили этих мудаков. На, пленники, пленники. Очень много пленников. Конечно, у меня не получилось изобрать эта печалька. Но делать нечего. Как говорится, делать было нечего. Дело было к вечеру. Так. Ну. У меня тут только две каких-то падлые в плену, кстати. Мне вообще кажется, что она жда. Она вландийская, продательница, значит. Переметнулась, перебежица. Так, я там вижу свою армию. Ох ты, пенканок у меня захватили? Подожди, я что-то запутался. Стоп, пенканок принадлежал мне или нет? Ладно, неважно. В общем, надо ехать к своим армиям. Друимор, как это. Побег из Данимора или что-то типа того. Хотя я не смотрел этот фильм. Как присоединился я к армии. Тут гарнизон совсем мелкий, так что мы прям моментально можем его заштурмовать, даже без орудий, я полагаю. Опа. Мне объявили войну. Кто? Северная империя. А почему и там, и там Ричельда? Я что-то не понял. А, это у нас Ричельда. Причем. Да, короче, она заглючила. Она же мертва. Получается, у нас головы нету как бы. Блин, опять мир с ботанией. И мы опять будем платить этот самый дань. Все хотят причем. Я против, йо. Но я даже все использую в свое влияние. Не смогу ничего этому противопоставить. А, ну они моих 11 в плен взяли. Офигеть. Опять тяжелые времена для всего вландейского рыцарства настали. Как же так? Так, мы осадили замок Верон. Я сейчас своим тоже помогу. Мои решили снять осаду. Ладно, я тогда к ним в армию вступлю. Имперцы со всех сторон обложили и постоянно третируют. И у нас армия то туда, то сюда постоянно сдергивается. Так, мы схлестнулись с имперцами. Похоже, какое-то ущелье как будто. У нас численный перевес, но у имперцев вроде лучше стрелковое оружие в игре или как. Ну и они тут, по-моему... В общем, не знаю. Сейчас посмотрим, что будет. Так, а, мне дают на выбор, кем управлять. Даже не знаю. Пусть конные лучники будут. Значит, нам приказывают вступить в схватку. Нет, тут не так, чтобы ущелье. Похоже, мы нашли какое-то место более или менее. Ух ты. Но почему наш полководец-то первым туда поскакал? Это совсем жестко. У нас... Ой-ой-ой, у нас конится мало. Мне кажется, что вообще не работает это построение. Как оно называется. Ну, типа, чтобы все в разнобой были. Да, я прикажу своим просто перестреливаться. Потому что если они за мной ездят, по-моему, это не так эффективно. Что-то пехотка опаздывает. Разрывные снаряды. Отличная штука. Ух ты. Меня чуть не накрыло тут. Так. Отлично мы их расстреливаем Двуручка Это по-своему красиво, но совершенно непрактично Воу-воу-воу У меня почти все Да Но битва уже выиграна, я так полагаю Мы их развеяли по ветру Пехота хорошо очень отработала И еще круче то, что Походу этот с патчем добавили Что стрелки сейчас спереди, видите А пехота не перла вперед как Обезумевшая Они сзади как прикрытие, это очень хорошо За счет этого у нас Ну хотя потерь все равно конечно много Но по-моему значительно меньше чем могло быть Если бы пехота как всегда Просто о черте голову ломилась вперед Так что В принципе мы победили И это главное Меня зовут Покахонтас Так О кстати, а вот и еще более крутые всякие наручи Для моего компаньона По-моему даже ружье более крутое Если не ошибаюсь Да, какое-то интересное Правда его на коне нельзя использовать Но ничего страшного Так, нам бы конечно Надо ступить бы, перегруппироваться Ну да ладно У меня есть кстати что-то на продажу А что так денег мало у меня, лол Я уже забыл на что-то потратил Ну как бы то ни было Еще пять тысяч придется потратить Так, мне в любом случае Надо войска да набрать Так что я тут прям Ботанийских собак наберу Сказал я Будучи сам ботанийцем здесь по культуре Ну блин Мы не выбираем Кем и где родиться, правильно? Если я родился ботанийцем Это не означает, что что-то там Должен это Их За них что-то топить Каждый сам решает Что он должен и кому Так вот опять тут армия Но моих поблизости нету А кто-то пенка на косо делал Мне просто любопытно Кто? Что-то я не понял вообще Это типа какие-то взбунтовали сети? Да, повстанцы И их обратно штурмуют ботанийцы О, тут моя большая армия Нет, хорошо, сейчас я к ним вступлю Опа А это что такое? А, они тут пытались Заштурмовать мой замок Но мы их настигли У нас двукратный перевес Ну и ладно Почему, собственно, я не должен О, а тут мало у нас этих Конных, так сказать, лучников Ну давайте я За пехотку, ну-ка Ну не за пехотку А за стрелков Я имею ввиду За пеших Их так много Что даже их расставить Толком нормально Не получается Сейчас я их расставлю И прикажу им Наступать Отступай Я надеюсь Пехота будет все-таки Со мной синхронно действовать Несмотря на то, что Поехали Ох ты, как интересно Они решили идти Круговая оборона, значит Все-таки они должны Подстраиваться Под мои действия Я считаю Ну, искусственный интеллект Ну или не то, чтобы подстраиваться Но хотя бы учитывать Я же тут уже не рядовой Я генерал Командир Я лорд Лорд командующий Просто Мне кажется Вот сейчас Это не очень Разумная трата Человека ресурсов Заключается в том Что конники ударили Ну, конные стрелки первыми Ну, с одной стороны Может быть, да Когда-то это да Но мне лучше бы сейчас было Если бы они подождали бы Пока, например Мои стрелки начали работать Хотя бы примерно там Синхронизация Хотя бы какая-то была Ух ты Я военно-начальника пострелял Так, вот стрелки Что-то они как-то странно действуют Главное, чтобы они сейчас ничего не напутали Да, они путают Придется им просто в атаку приказывать идти Слушай, а пехота-то вообще не Не рыпается Они стоят Вот, пожалуйста Нет, с пехоткой-то я не справлюсь Ёпта Вы че А где моя-то пехота? Ну, хреново Просто Мы-то победим, скорее всего Но потери необоснованные На пустом месте Можно было бы Количество потерь Значительно снизить Стрелять из Ну вот они мне сейчас говорят Стрелять из прикрытия пехоты Ну, что толку-то Я так понял У них меньшинство Нам По-любому Надо было бы атаковать их Видимо, еще подкрепая Вау А, это лишь литный офицер Просто у него шлем Похож как на Шлем Кого-то из полководцев Знаете Есть Пускай пьем там Ишь рассекал Воу-воу-воу Нет Нет-нет-нет Все Подстрелили Да И сейчас Пехотка задвигалась Когда меня подстрелили Ну, может быть Мне нужно было От них играть Но, как я понимаю Тут, когда Ты нападаешь И у тебя численный перевес То Враг Он все равно Копается Он будет стоять То есть Как было бы тогда Конные стрелки Поехали бы вперед Их там всех бы Перестреляли И мы бы все равно Потом должны были Атаковать Но обычно Это так происходит Потому что Ну, мы-то нападаем Враг в меньшинстве И он просто будет стоять И все Нас ждать И что Все друг друга будут ждать До бесконечности Победили Пленник Пленник И то у меня тут Количество пленников Уже зашкаливает Придется кого-то выкидывать Наверное Конников выкину Нафига не Какое-то тут Оружие ему Одноручное Знаете Надоело Мало денег Я возьму себе Всю снарягу Не буду войскам Отдавать на опыт Потому что Ну, опять же Мало что-то Пойду Продам Ну-ка За сколько Продам За 38 тысяч Нормально Маг Дээр Дмитрий Руперт Мистер Тат Дмитра Михаил Антонов Ред Лайон И остальные Спасибо за поддержку Давайте поучаствуем В турнире Вон какие-то тут Рукавички, кстати А, нет Вроде они слабенькие Но Все равно Не помешает Ёпта Вот так вот Двойна одного Значит, да? Сдохни А-а-а-а А-а-а-а-а Неплохо! Неплохо! 4 кик! Есть хэт трика, а я 4 кик сделал Ну давай, давай, перчиночку С перчиночкой, со страсткой Давай, у тебя есть шанс меня подстрелить, сука! И ты его провалил Ну что? Финал Ох ты, какой-то лох против меня А как он сюда в Federation? Офигеть, как он победил-то? Ну, как говорится, и веник раз в тысячу лет стреляет Перчаточки красивые, но сами они не очень качественные А, это уже вторые такие мои перчаточки Хотя, вон, этому сгодятся как раз стрёмные эти перчатки На самом деле Вот эти продам, нормас Вот сказки конец, а кто слушал, молодец! Вот этот раз Вот этот раз Продолжение следует...